итак всем привет значит сделал я вот давно хотел сделать боба марли но хотел цельного конечно вот анимацию попробовать с цепями там со всей гаднёй но пока вот ручка давайте попробуем анимацию сделать вот этой штуки значит смут смут тоже смуты стукалки тоже смутут это вот штука называется значит дверной молоток вот такая штукенция так давайте посмотрим что тут с текстурами в принципе неплохо еще свечение потом добавить пока давайте сделаем рик значит что у нас получается разделим всю эту деталь значит это будет у нас основная потом будет стукалочка потом будет у нас значит голова и можно отдельно сделать бант давайте банк повыше чтобы это все не скрепилась да так теперь тройка на нампаде зубы пусть пока остаются так прикреплю их костям и значит погнали shift а добавляем арматуру ставим ее видимость via port display in front и заходим в edit mode тройка на нампаде эту арматуру сделаем значит центральной можно сделать с побольше можно прибавить значит потом когда будем внешний вид менять там размер добавить ну вот это будет основная вторая кость у нас будет какая вторая вторая кость у нас будет shift d на голову вот сюда теперь и вытаскиваем косточку alt и clear parent отсоединяем g подставляем ее на нижнюю челюсть вот так и одну shift d делаем выше делаем ей с здесь большая нам не понадобится так теперь что нам еще понравится нам понадобится ну в принципе косточки можно добавить давайте добавим на губы alt и clear parent после вытаскивания кости подставляем сюда shift d подставляем на нижнюю губу так теперь так 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 делаем shift d сюда вот на губу shift d сюда shift d на складку shift d много костей не надо но главное чтобы все кости были в мэше чтобы они были заведены в мэш так есть такое дело теперь нижние вот эти привязываем к нижней челюсти control пики пол сет даже вот эту тоже можно control пики пол сет а эти привязываем к верхней эту кость привязываем к этой кости control пики пол сет так и тут вот какая штука смотрите можно волос сделать уже прям из этой штукенции значит получается е вытаскиваем косточку так control z control z в другую сторону чтобы зеркалить так пусть она находится тут теперь 1 shift d будет из головы shift d 2 тоже из головы и давайте одну сделаем центральную е вот так вот в бок так теперь значит е вытаскиваем до конца е вытаскиваем сюда 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 и чтобы все это дело плавно ходила давайте все это сделаем подразделим сделаем сабдивизии и пусть будет побольше косточек чтобы это развивалась мягко да потом можно это все на растяжение настроить можно шибки ими сделать ну пока вот такая штука так теперь ну как бы давайте сразу уже можно конечно шибки ими потом все сделано давайте шивов так control z shift как бы так бы дам shift дым shift дым и погнали также дублировать кости но чтобы опять повторюсь все это дело заходила в мэш shift дым здесь уже можно сделать с косточку побольше это будет височная кость чтобы она как бы контролировала висок да так теперь так на глаза я сделал шибки ими не хочу я подставлять в принципе и брови можно ну ладно давайте полностью не поленимся как говорится да отбиваем вот эту штуку под глазом смотрим насколько она ушла от мэша так я сейчас переключить без без текстуру видимость вот видите тоже да туда и так смотрим вот здесь уже видите что косточка как бы не зашла в мэш ну давайте ее прям затолкаем туда да так теперь что у нас получается у нас теперь веке shift дым shift дым shift дым и погнали дальше и ограничители ну и нижнюю тоже опять же много их тут ставить не надо главное чтобы ну как бы они были даем так теперь вот эти ограничители для чего они нужны они ограничивают сужаемость да они будут на месте и привязаны центральной косточки потом то же самое вот эти все кости которые не будут участвовать и не будут привязаны к другим костям для действия даем тоже привязываются к централки контрол пики полсет так нам теперь нужно так видите что эту косточку ограничителя нужно прям завести поближе так ну вроде бы все в если какой-то будет не в мыши то потом уже это дело при настройке подрегулируем почему именно кости ставлю так кто-то в других ригах видел что они перевернуты наоборот получается здесь как бы вот это получается низ а вот это вверх не знаю почему ну получается как бы я понимаю что это низ а это вверх а здесь наоборот получается низ а тут вверх по моему как так теперь значит выбираем какую кость делаем шрифт дэн шрифт дэн тройка на нампаде и уводим ее подальше в глаз делаем и и делаем ей g и подставляем ее как и чуть-чуть перевернем и теперь делаем шрифт дэн щелчок мышкой и делаем вот эту косточку так эти две кости мы привяжем центральной голове контрол пики полсет это будут кости управляшки сгибаем век ну по прошлым роликом я думаю кто смотрел тот понял да так вот так это все дело будет происходить это будет нижняя косточка контрол пики полсы так а это будет у нас верхние косточки вот они контрол пики полсет но тут видите в чем в принципе да вот и потянется сюда на край косточку не будет не будем ставить не надо вот эти кости являются ограничителями для чего ну чтоб не рисовать мы это веса да значит кости сами назначат что здесь уже движение не будет пока мы сами кости эти не двинем так точно так же давайте добавим косточку и вытащим alt и clear parent сделаем g подставим ее на переносицу g ну просто если захочется вдруг поводить на носом а костей не будет только тогда шибкие так и косточка которая будет отвечать за нос должна тоже привязана быть голове для чего после ну когда все это если двигаться будет чтобы они как бы следовали за одной косточкой так теперь делаем shift d только на нам падим делаем r делаем g и это будет у нас как и называют ноздря ноздрю привяжем уже тогда к носовой контрол пи она привязана так ну тут другой вопрос будет когда мы будем носом двигать и губами у нас возможно движение значит вот этой всей части можно еще поднос поставить значит настройки косточки даем теперь shift d так это будет у нас отвечать косточка просто по примитиву да она будет отвечать у нас за ограничение вот этой части где нос находится чтоб там ничего не двигалась то бишь у тут так следующая кость у нас так вот не знаю видно вам нет так control и делаем аж смотрите вот теперь shift d и подставляем чтобы вот этой частью могли двигать потом вот этой ну я опять же ограничитель и сзади чтобы челюсть сама ну скула не двигалась до так опять же здесь shift d также можно поставить кости под нижнюю губу чтобы она не тянула значит челюсть за собой как бы такой вариант но тут конечно можно уже и весами челюсть подрисовать чтобы цвет был соответственно не двигающимися так ну вот эти все косточки вот эти alt h как alt h возвращаем выбираем вот эти все косточки которые мы добавили вот эту не можно привязать или к носу или голове давайте все вязать голове так ну и в принципе что принципе все теперь нам нужно пока с головой что выбираем все вот эти кости которые мы добавили за исключением костей через shift можно отключить вот этих центральных ну и носовой и вот этих центра центральных губных потому что они по центру и как бы дублировать их ну нету нужды shift d дублируем щелчок находим мира права кнопка мира x global подставляем все это дело аккуратненько подводим чтобы они стояли правильно так это дело мы настроили пока не сдан теперь нам понадобится еще одна косточка это ем alt p clear parent g вот сюда мы поставим ее можно делать маленькую она чисто будет кость ограничения вот так раз от нее уже будет вытянута кость которая будет крутить само вот это колесо ну ударник да так и вот эту косточку которая будет просто арену как фиксации мы ее привяжем тоже в голове control p keep offset так теперь у нас есть бантик shift d control z control z выбираем вот эту вот кость сейчас еще control p keep offset и ее отдельно shift d тянем на бант так и тут смотрите какая штукенция тоже можем сделать кость ограничения и от этой косточки уже и вытянуть до значит тут этого как его называют скрутки а потом одну вытянуть на бант так регулируем g все это дело подгоняем под нашу модельку так теперь е и и и сюда в принципе должно как бы работать так и эту косточку можно привязать уже допустим колесу это кольцу control p keep offset так есть такое дело мы в принципе как бы все заходим в обжиг нот выбираем все наши вот эти причин дал и так причин дал и выбранный так 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 и делаем ну вот бант еще можно выбрать потому что он как бы здесь не получится боном назначать делаем control p и назначаем не бон видите можно как бы поставить для каждой детали сейчас покажу white автоматику идет все не замотюкался молодец все хорошо значит сетка без дыр и проблем да теперь выбираем значит нашу тут типа как бы металл да и выбираем через shift косточку заходим в пост мод выбираем эту кость делаем control p и здесь уже можно значить бон просто теперь эта деталь привязана к этой значит косточки и будет двигаться за ней то же самое будем делать и с кольцом только теперь будем выбираем кольцо рик заходим в пост мод и выбираем вот эту косточку пусть она будет двигаться а это у нас косточка вот эта вот у нас она просто как бы фиксов фиксатор control пи бон обжиг мод тройка на нампаде так ну хотелось бы раз уже как бы делаем да давайте тогда сделаем и глаза выбираем глаза тройка на нампаде и их надо будет теперь вытащить и вперед вот сюда так теперь нужно эти косточки глаза разъединить заходим в edit mode выбираем полигон щелчком l английская пи selection и у нас получается отдельно два меша и и вот на эти два мыша теперь нужно поставить значит косточки дам выбираем значит рик заходим в edit mode тройку на нампаде так единица нам паре выберем какую косточку делаем е альт пи clear parent и тянем всю эту штука тень до глаза подставляем делаем поменьше кость большая она тут не нужна весь смысл этой кости чтобы она от правильная от центра где-то вот отсюда правильно крутила глаз не вот отсюда он его будет ломать а именно центр кручение должно быть так семерка на нампаде и тут тоже аккуратненько находим центр приблизительно там плюс минус все будет работать так теперь семерка на нампаде значит делаем shift d щелчок и тянем кость вперед shift d щелчок и ставим центральную кость управляшки так теперь эту кость вяжем к этой кости через shift control п keep offset а вот эти две косточки вот эти вяжем значит кости головы control п keep offset семерка на нампаде и обязательно же это на второй глаз надо все это дело скопировать shift d щелчок правой кнопкой мыши мира x global и подставляем вот сюда на глаз но по сетке можно ориентироваться вот так заходим в обжиг мод выбираем значит глаз выбираем косточки заходим в пост мод и вяжем этот глаз к своей же кости control п бомб заходим в обжиг мод выбираем следующий глаз shift левая кнопка мыши и нажимаем на рик заходим в пост мод выбираем косточку другого глаза control пи бомб ну вот и в принципе вся настройка теперь нам нужно все это дело собрать заходим выбираем рик за выбираем пост мод тройка на нампаде и выбираем смотрим насколько правильно тут все прикрепилась бант прикрепился заводим бант ставим его на его место выбираем кольцо ставим на его место но здесь вот плохо что теперь кольцо ну и когда будем двигать будет двигаться и бант так вот как это все дело будет работать control z и подставляем значит следующий об косяк так теперь значит object мод edit но давайте отвяжем эту alt и clear так что это такое так давайте перевяжем на голову control пи keep of set пусть голова будет значит главное заходим в пост мод и теперь можем подвигать эту штуку как нам надо так все собрано теперь нам понадобится что настраиваем глаза мы выбираем эту косточку через shift эту control shift c track to видите кость поднялась кверху находим настройки значит constrain и меняем и меняем y на z то же самое проделаем тут control shift c track to меняем y на z все теперь если мы будем двигать центральную кость глаза будут следить за ней так тройка на нам поди так control z control z так выбираем все кости глаз и тогда так заводим их включаем включаем видимость костей тройка на нам поди так теперь настроим давайте так проверяем как у нас работают веки только на нам поди закрываем века все ну тут косточками можно подрегулировать все будет нормально так так тут можно подтянуть нужно даже не не можно а нужно подтянуть чтобы глаз не вылазил потому что сетка когда уменьшалась и бывает такая штука полигоны становится больше и где-то что-то какая-то частью вдавливается уменьшается какая-то может расширяется но это как бы все нормально да так а я же еще не привязал зубы смотрите теперь выбираем зубы выбираем рик заходим в полус мод выбираем для верхних зубов верхнюю косточку control p бон а для нижних зубов выбираем нижнюю косточку то бишь вот эту control p бон так все привязано все зашибись теперь нужно поменять вот этот внешний вид костям почему просто ну как бы вот так вот можно тоже анимировать не вопрос да ну как приятней конечно когда у них прикольный вид заходим выбираем кости заходим в пост мод и значит пока волосы я не трогаю сделаем давайте сначала глаза выбираем все косточки глаз находим аддон рифтул и ставим им пускай будет сферы везде так теперь назначаем им цвет бонгруппы пусть будет красный да так теперь меняем костям управляшки управляющие кости чтобы видеть их всегда заходим ставим финджер ну и прибавим давайте им размер чтобы мы их видели с любой точки до ставим значит им желтый цвет думаю на зеленом фоне будет нормально вы так теперь у нас есть еще от ограничители и брови предлагаю сделать им значит кубы так кубам поставим давайте можно синий цвет так кубам поставим давайте можно синий цвет теперь поменяем вот этим костям поставим финджер челюсти да пусть будут желтые управляшки тоже теперь на глаза а давайте сразу уже второстепенные кости тоже заменим здесь с одной стороны сделаем а давайте все сделаем вот эти кубами так и добавим пусть будет зеленый цвет чтобы знать что это уже точно другие кости так теперь выбираем кости губ так у здесь чуть-чуть косичок ну ладно сферы ставим сферы и ставим побольше размер и пускай они будут другого цвета да так на нос пусть будет здесь финджеры назначим красный цвет так но теперь глаза значит на глаза ставим тоже финджеры пусть будут зеленые теперь на сами у эти ориентиры на кости ориентира вставим из и на центральную ставим из теперь и ставим заново и вот они стали больше так один глаз пускай будет синий один глаз пусть будет зеленый а сама вот эта штука чтоб ее видеть пусть будет красная ну или пусть будет желтая так тут тоже на вот эти штуки ставим финджеры так я не понял тут по моему дублированные две кости ага так а вот эту одну кость надо удалить почему их две потому что я видать зацепил и получилось вот эта такая штука так тогда на эту тоже ставим finger и побольше так ну здесь вот только я думаю что на бант те кости которые двигаться не будут давайте им поставим сферы и чуть-чуть в разбежку чтобы знать где какая косточка можно даже цвет не назначать если нужно мы их как бы найдем даем так на бант есть а здесь вот теперь вот эти ограничители они не будут работать вот эти раз они не будут работать значит они нам пригодятся в виде линии просто цвет не буду назначать и теперь у нас получается вот эти штуки это будет у нас допустим сферы так назначим цвет пускай желтый out это у нас будут кубы потому что это будет сейчас управляшки это будет кубы у нас так ну пусть будет наверное вот так вот в глаза не мозоли а это будет у нас центральная головы циркал и пускай циркал будет у нас красный так так по моему да ну нижнюю кость выбираем и верхнюю через shift control shift c делаем inverse kinematic заходим настройки удаляем таргеты и добавляем влияние на раз два три ну на три косточки проверяем вот можем водить зашибись как то же самое тут control shift c делаем Продолжение следует... Так, а это у нас задняя, да, металлическая часть. Давайте тоже назначим что-нибудь этакое. Да, пускай просто будет тоже финджер или линия, да. Ну вот, красавчик. Так, теперь нужно ему добавить свечение и будет зашибись, да. Так, заходим в Object Mode, находим шейдеры. Так, здесь у нас ставим... Рафтность поменьше, спекуляр до половины можно больше, чтобы как бы блесков добавить. Вот, можно добавить, да, металл. Ну, много металла тоже не надо. И так получился вот пока такой риг. Давайте в следующем ролике, значит, уже настроим свечение. И, значит, сделаем анимацию вот этой башке. Ну, думаю, посмотрим, что получится. Всё, всем пока. Да.